Добрый день! И мы с вами находимся в двухнедельных главах Беар и Бехукатай. И вот в самом начале главы Бехукатай сказано, известные слова, если вы будете поступать по моим установлениям, соблюдать мои заповеди и исполнять их, то я пошлю вам дожди вовремя, и земля даст урожай, и деревья в поле принесут плоды. Молодьба будет вас длиться до сбора винограда, а сбор винограда будет длиться до сева. Вы будете есть хлеб досыта и жить в своей стране спокойно. Я пошлю стране мир, и когда вы будете спать, никто вас не потревожит. Я удалю из страны хищных зверей, и меч не пройдет по вашей стране. Вы станете преследовать ваших врагов, и они падут от вашего меча. Пятеро из вас преследовать будет сотню, а сто из вас будет преследовать десять тысяч. Ваши враги падут от вашего меча. Я буду благосклонен к вам, сделаю вас плодовитыми, многочисленными, и укреплю мой союз с вами. Вы будете есть старые урожаи, а потом выбросьте старый, чтобы освободить для нового. Я установлю среди вас мою обитель, и душа моя не станет внушаться вами. Эти слова еще называют благословениями. И после этих обещаний, сытости мира, легких побед над врагами, огромных урожаев, Всевышний в завершение говорит. Выражение «ходить среди вас» объясняет Раши, что буду прогуливаться в райском саду, как один из вас, и не будете содрогаться передо мной. Но он же спрашивает, но не означает ли это, что не будете маяться меня? И поэтому он говорит, сказано «и буду вам всесильным». А всесильный – это использованное имя Бога Элоким, обозначающий проявление качества суда, которого, да, все должны бояться. Но комментарий Раши тут непонятен. Причем здесь Ганеден? Что, где увидел Раши намек на это в тексте? И вот удивительный комментарий Клейкар, выдающегося комментатора Торе, раба Ефраема Шлома Барарона Лунчица. Он умер в 1619 году. Их эти комментарии объясняет в своих аудиоуроках на русском языке Равыцак Эпельман. Раши Шива, синагоги на Подоле в Киеве. И сейчас большая часть общины находится в Венгрии. Я собрал все его уроки, и каждый вторник рассылаю ссылку на них, а также на другие его уроки по комментариям Урахаема, и аудиоуроки Равдова Байтмана, и другие уроки по главе. И кто хочет получать, напишите здесь в комментариях. Так вот, пишет Клейкар, что Раши говорит, что в словах «буду ходить среди вас и буду вам Богом», Тора говорит о Ганедене, и Раши дает именно такое толкование, чтобы убрать всякие придирки и оспаривания тех, которые говорят, что в этих словах, которые говорят только о материальной стороне воздаяния Бога, есть основания для недовольства, поскольку не упомянута духовная награда в мире грядущем, награда для души. И получается, что цель исполнения заповедей – награды этого мира. Так вот, и приходит Раши и говорит, что нет, слова Торы нужно понимать правильно, и, конечно, Тора говорит в том числе о мире грядущем. И поэтому Бог ходит с нами, вместе находится в Ганедене. И этим вопросом, о том, что Тора говорит здесь о материальном воздаянии, уже занимались многие мудрецы, и вот Ицак Абарбанель собрал и объяснил всем объяснение этого вопроса. Это очень интересно, давайте их посмотрим. И как раз их сжимает Лейкар в своем комментарии на недельную главу. Так вот, мнение Рамбама, что все обещания этих удобств, успехов в этом мире, по сути, не награда, а устранение того, что мешает служить Творцу – войн, болезней, голода. Истинная награда, награда духовная, не упоминается, чтобы человек служил Создателю во имя его самого, а не за награду или за страха перед наказанием. Мнение Раби Авраама бен Эзры, что Тора дана всем. А люди в основном приземленные, материальные, а дела духовного мира будут поняты одним из тысячи. Ведь материальному человеку очень трудно подстичь духовное. И поэтому Тора не пишет об этом, а пишет о том, что будет понятно большинству, и не пишет о том, что будет понятно меньшинству. Мнение Рамбехая Дзекена, что все обещания материальных анаград выходят за границы природного мира. Это сверхъестественно, когда дожди идут из-за исполнения заповедей и прекращаются из-за грехов. И поэтому о таких сверхъестественных вещах Богу нужно сказать нам, своей Торе. А то, что душа поднимется к своему источнику, будет приближаться к Богу и будет получать от него награду, это естественно для души, и в упоминании не нуждаются. И так понятно. Ведь в Торе сказано о наказании карет, это отсечение души. Из чего понятно, что без этого наказания, если его не будет, то душа будет присоединяться после жизни к своему источнику. И там получит награду, ту, которую человек заработал. Четвертое объяснение Раби Иуде Алеве в книге Кузари, где описано приобщение хазарского царя к иудаизму. Во все времена многие люди отрицали детальное слежение Всевышнего. Жаху протит за материальным миром. Считая, что все в мире делается не по воле Всевышнего, а автоматически, как это происходит, так получается. Нет частного божественного проведения. Поэтому в Торе упомянуты именно материальные награды, показывающие прямое участие Творца в жизни нашего мира. Ведь награду в будущем мире никто доказать не может. Как мусульманцы обещают гарем из девственниц, но кто это проверит? А значит, с помощью награды в будущем мире нельзя доказать, что Всевышний надзирает за людьми. И даже Гага протит. Надзирает и воздает за добрые дела. И наказывает за зло. Доказать можно только через материальное, ощутимое материальное воздаяние. Вот Тора об этом и говорит. Мнение Дин Саади и Гаона, что до дарований Торы многие служили известным звездам. И совершать для них специальные ритуалы, чтобы пришло благословение урожаю. Поэтому Всевышний упомянул, что даже без этих ритуалов, запрещенных Торой, материальные благословения будут иметь силу. Мнение шестое Рабио Ненисима, если Всевышний обещал соединиться с еврейским народом, расположить тут свое присутствие, даже в этом мире, где даже примешана материя, и тут он говорит, что среди вас ходить буду. А также ранее мы читали, что «О сели мигдаш, бешахах тебе тахам, и построите мне мигдаш, и я буду пребывать среди вас», то тем более присутствие Творца будет с душой после освобождения от телесной оболочки. И говорить об этом не нужно. Это Кальва Хомер, один из 13 принципов постижения Торы. От легкого к тяжелому. Если Бог будет пребывать с нами в материальном мире, то тем более Он будет пребывать с нами в духовном. И тем более мы там получим награду. Седьмое объяснение Равиосио Альбов, книги Основ. Материальные блага, как победа над врагами, большие успехи, даются сразу всему народу. Большие урожаи. Они – дело коллективное. Весь мир судится по большинству деяний. А духовные награды – дело индивидуальное. В Торе упоминается, что касается всего народа в целом, будет урожай, будет мир. А в Торе еще говорится об идеальном воздаянии. Но тогда в тех местах, в этом прямо и сказано, отгонишь птицу из гнезда, продлятся твои дни. Но тут речь идет о воздаянии всему народу. И поэтому речь идет о материальном воздаянии. И после этих всех семи перечислений Клейкар приводит собственный аргумент. Если бы награда в этом мире была единственным обещанием, то тогда в чем преимущество Авраама перед Немродом-злодеем? Авраам скитался всю жизнь, а наоборот Немрод властвовал над миром. И тогда понятно, что высшая справедливость обязательно воздаст награду Аврааму. Где? В будущем мире. Об этом даже нечего говорить. И вот тут уместно вспомнить еще одного мудреца Тора, писавшего на эту тему, нашего современника Гаона Раммоши Шапира Зацаль. В книге Ре Муна, в 29-м и 30-м уроке, он пишет, что сказано в Талмуде, известная вещь, тактатки душин, 39-я страница, награды за заповеди в этом мире нет. Нет, в смысле нет для этого возможности, нет в этом мире средств для награды, соответствующей величию исполнения заповедей. А награды же материальные, вообще нельзя назвать наградами, а только помощь, которая дает возможность исполнять заповеди. И это соответствует первому мнению, которое мы только что рассмотрели, которое высказал Рамбам. Вот такие интересные уроки открываются нам в комментариях на недельную Глубой Хукатай. Брахава и Ацлаха хочу пожелать нам всем благословений и успеха. И остаемся и дальше в поисках смысла.